Всем привет! Вы на канале Gadgetmania и сегодня я вам расскажу о моей очередной покупке. Это смартфон. Давайте начинать. Поехали! В общем, друзья, смотрите. Видео, наверное, называется «Как купить БУ-флагман на Авито или где-то еще, при этом существенно сэкономить и не попасть, как говорится, в просаг или как-нибудь так». Первое, на что нам стоит обратить внимание, флагманы 2017-18 годов стоят достаточно внушительных денег. Мы сейчас говорим про официальные поставки, про RST-комплектацию и вот это вот все. Гарантия и так далее. У меня стоял выбор между покупкой нескольких устройств. Я даже устраивал голосование, но так и не услышал явных, скажем так, четких ответов, почему тот или иной смартфон. В первую очередь я выбирал между Pixel, LG G6, ну и потом подключились еще два смартфона. Xiaomi Mi 6 и Samsung Galaxy S8. Для того, чтобы у вас было четкое понимание, что я приобрел, соответственно, сразу скажу, это Samsung Galaxy S8. Почему он? Ну, во-первых, это Samsung. Во-вторых, это все по-прежнему одна из лучших камер на рынке. Далее, это изогнутый FullView дисплей 18 к 9. Это возраста защита. Это технология Samsung Pay и так далее, и так далее, и так далее. То есть внешний вид и все остальные дополнительные плюшки перевесили. Голый Android от Pixel. Ну и Pixel подорожал, я об этом уже писал. То есть он стал дороже на 5 тысяч из-за курса валют. И я начал, собственно, искать себе Galaxy S8. Так как я не в состоянии финансовом купить устройство новым, соответственно, у меня было два выбора. Либо купить его восстановленным, либо купить его на Авито или где-то еще с рук. Собственно, покупать восстановленный, это надо куда-то ехать или непосредственно его заказывать и ждать. Для этого должно пройти определенное количество времени. А смартфоном хотелось пользоваться уже сейчас. Для того, чтобы грамотно купить достаточно дорогой телефон на Авито, надо иметь определенный опыт в покупке. У меня этот опыт имеется, не буду лукавить. И я непосредственно начал искать. Искал я на Авито города Санкт-Петербурга и, собственно, своего города Этказоводска. Я нашел несколько вариантов телефона на Авито Санкт-Петербурга. И, собственно, как вы знаете, Samsung выпускает ежегодно по две модели. Это смартфоны на Snapdragon и смартфоны на собственном процессоре Exynos. Собственно, говорят, что... кто говорит, что Exynos лучше, кто говорит, что Snapdragon лучше. В общем, для американского и японского и еще пару, по-моему, рынков существует модель на Snapdragon. А для всего остального мира это модель на Exynos. Ну и, собственно, RST это, соответственно, две сим-карты и процессор Exynos. Мой хороший знакомый, угадайте, как его зовут? Да, да, не удивляйтесь, это Саша. Он всегда утверждает, что надо брать на Exynos, потому что по многим параметрам этот процессор лучше оптимизирован на собственных устройствах от компании Samsung. В том числе и на Galaxy модели S. Я несколько выбрал вариантов на Авито Питера, списался, прозвонился. В общем-то, уже был готов поехать в Санкт-Петербург. Модель стоит, то есть телефон стоит порядка, ну, может быть, от 18,5 тысяч до 25 тысяч в зависимости от состояния. Ну и тут я хочу вам дать несколько советов. Первый совет. Если вы покупаете, хотите купить бэушное устройство, тем более такое дорогое, как Samsung S-серии, в первую очередь обращайте на то, что он должен быть в технически исправном состоянии, и внешний вид, и дисплей должен быть не побитый и не в трещинах. Почему это происходит? Потому что замена дисплея даже сейчас, в середине 2018 года, на Galaxy S8 стоит 14 тысяч вместе с работой, а на Galaxy S8 Plus от 17 тысяч рублей. Вы это должны понимать, и если вы видите варианты за 14-15 тысяч, ну, с такими словами, ну, дисплей треснул, ну, все нормально, телефон работает и так далее. Ну, друзья, во-первых, вам будет, ну, тактильно неприятно пользоваться таким устройством, у которого лопнут дисплей, треснут и так далее. Поэтому модели, которые в хорошем техническом и внешнем состоянии, стоят от 18,5 тысяч рублей. Возвращаясь к вышесказанному, так вот, я нашел несколько вариантов, в том числе с нормальным внешним видом, с хорошими техническими состояниями. Было один на выбор на процессоре Snapdragon, один на выбор на процессоре Exynos, и стоило это порядка 22 тысяч рублей. Плюс съездить в Санкт-Петербург, это порядка 2-2,5 тысяч рублей. То есть за 24,5 тысяч рублей я нашел годные варианты. Это смартфоны, привезенные, скорее всего, с каких-нибудь Арабских Эмиратах, которые, по факту, в России можно купить порядка 38-39 тысяч рублей. Бушные, они продавались по 22. Либо смартфоны, привезенные из США, которые там стоят порядка 700 долларов. Ну и переводите по курсу на день, тогда, когда вы смотрите это видео. После того, как я уже практически договорился и собрался ехать в Санкт-Петербург, я все-таки думаю, надо посмотреть, короче, у себя в городе. Как правило, в небольших городах люди, продающие такие дорогие смартфоны, купленные, может быть, там за 50, за 45, за 55 тысяч рублей на старте продаж, они никогда не хотят продавать ниже 30 тысяч рублей. Поэтому, смотря Авито у себя в городе, я не надеялся наткнуться на цену, которая будет ниже вышеозвученной суммы. И что вы думаете, я увидел одно единственное объявление, точнее, их было два. Один продавали, как я и предугадывал, за 31 тысячу рублей. Был в течение года, но в нормальном состоянии, там, с чехлами и так далее. А второй продавали за 25 с половиной тысяч рублей. Собственно, и тут-то начинается самое интересное. Как купить выгодно Samsung Galaxy S8 в 2018 году, при этом все технически проверить и при этом не остаться в дураках? В первую очередь, вы должны назначить встречу с человеком, назначить ее лучше всего в общественном месте, желательно не ночью, для того, чтобы вы могли в нормальном дневном освещении видеть внешний вид устройства. Как правило, встречи назначаются в общественных местах, таких как кафе, общественные центры, торговые центры и так далее. Безусловно, это поможет вам избежать несколько очевидных промахов прямо при встрече. Во-первых, вас не ограбят, а такое может случиться. Во-вторых, вы сразу сможете проверить устройство в нормальном освещении. В-третьих, если что, у вас будут свидетели, как правило, в общественных местах. Сейчас везде установлены камеры. Это первый совет, который я могу дать при покупке смартфона, такого дорогого смартфона с рук. Второе. После того, как вы назначили встречу, в первую очередь вы должны ознакомиться, спросить у человека, как, откуда история телефона, есть ли документы, есть ли коробка, есть ли чек о покупке. Если всего этого нет, то за каждый отсутствующий пункт вы имеете моральное право торговать. Кабель, зарядка, наушники. При этом это AKG наушники. Это очень хорошие, качественные уши от известного, скажем так, бренда, производителя наушников и вообще все, что связано со звуком. Поэтому покупка их, дополнительная покупка их где-то в магазине, либо там же с рук на авито, будет стоить вам определенных денег. И поэтому от цены, которую вы видели в объявлении, вы имеете полное моральное право торговаться. Я встретился с человеком, непосредственно узнал его о комплектации. Комплектация у него оказалась, как ни удивительно, полная. Это смартфон RST. У него присутствует чек, куплен он полгода назад. Все комплектующие, все аксессуары у него присутствовали в комплекте. Но покупать смартфон за 25,5 тысяч рублей я... Видите, утку. Я в лесу. Но покупать смартфон за 25,5 тысяч рублей я, конечно же, не собирался. Это не мой стиль. И это сумма, которая, ну, соответственно, в принципе, с учетом дороги, это плюс-минус на тысячу рублей больше, но не надо никуда ехать. Но, как говорится, это не мой выход и это не моя ситуация. Если в комплекте все есть, следующий мой совет будет таков. Докапывайтесь до внешнего вида. Вы покупаете смартфон, можно сказать, на рынке, при рыночных отношениях. А вид это очень большая барахолка. Каждый существенный нюанс и несущественный нюанс по внешнему виду и по технической работе устройства может повлиять на окончательную стоимость, договоритесь вы с продавцом или нет. Так как у меня комплект был полный, докапываться до отсутствия комплектующих у меня не было никакого очевидного смысла. Поэтому мне пришлось смотреть на внешний вид. Внешний вид устройства, на самом деле, я считаю, что это хорошая, качественная четверка по пятибалльной шкале. Но я докопался до каждой микроцарапины, до каждого, может быть, в каком-то месте стирания краски с алюминиевой рамы устройства. Я указал на все эти очевидные минусы внешнего вида. И что вы думаете, я смог сторговаться с учетом моей поездки на такси, потому что я это делал, ну, ехал в другой район. Сам смартфон я приобрел за 19 тысяч рублей. А, собственно, за такси заплатил, ну, пускай это будет 19 300, 19 500, как хотите так и считайте, в Москве, в Питере такси дорогое. Ну и, собственно, как вывод, вот эти вот практические советы, они действуют в реале. А любой человек, что по эту сторону, что по ту, заинтересован продать, ну, а другой заинтересован, опа, опа, утки полетели, ну, а другой заинтересован купить. Если вы приехали с твердым намерением, с зазнанием дела, вы разбираетесь в смартфоне, либо вы знаете, что смотреть. По поводу, что смотреть, я сейчас еще немножко дополнительно расскажу. То вы обязательно сможете сломать цену до такой степени, до какой вам доступно. Тут есть немножко технических аспектов в том понимании, что не все продавцы, скажем так, готовы торговаться на такую значительную сумму денег. Почему? Ну, потому что есть, во-первых, а, принципиальные, б, упертые, д, тупые. Я руководствуюсь всегда принципами, принципом покупают, продавай. И наоборот, покупают, продают, покупай. То есть здесь и сейчас есть предложение, есть кэш, соответственно, надо покупать, либо наоборот продавать. Но если вы даже в своем городе, в своем поселке или откуда вы смотрите данное видео, например, сходите на несколько встреч, потратите свое личное время и два из трех или пяти вариантов вам откажут, то обязательно найдется тот вариант, где с вашими доводами согласятся и обязательно вы получите желанный вами смартфон за те деньги, которые вы планируете. Наглеть не надо, в половину цену сбрасывать не надо, но одну треть от той цены сбросить можно, тем более на рынке бы у устройств. Ну и, собственно, после того, как вы договорились о цене, перед тем, как отдать человеку деньги в руки, вы должны проверить следующие аспекты проверки бэушного телефона, покупая его непосредственно с рук. В первую очередь мы посмотрели до внешнего вида, мы проверили комплектацию. Следующее, нам надо проверить технические возможности, совпадают ли они с заявленными требованиями. Покупая смартфоны Samsung, в частности, можно очень большое количество раз столкнуться с подделками. Сейчас вы видите изображение сервисных кодов, которые помогут вам, скажем так, избежать попадания, скажем так, на дурака, на лоха и купить очень хорошую копию, которая будет выглядеть внешне так же, как оригинал, но при этом это будет дешевая копия, которая стоит от 7000 рублей на любой барахолке. Проверяйте, в первую очередь, на оригинальность. После того, как вы проверили на оригинальность и на внешний вид, обязательно проверяйте все основные функции телефона. Ставьте сим-карту, позвоните, ставьте другую в лоток, в другой раздел сим-карты, потому что их две может быть в смартфоне. Это касается не только смартфонов Samsung, но сейчас разговор именно про Samsung. Проверьте камеру, проверьте работу Wi-Fi, проверьте экран набитые пиксели, проверьте запись звука. Все это можно проверить стандартными средствами. Просто включив смартфон, посмотрите на расход аккумулятора. Если в течение вашей проверки батарейка падает очень быстро, процентовка падает очень быстро, то, скорее всего, какие-то проблемы с аккумулятором. Возьмите с собой навстречу тот кабель, который непосредственно подходит к тому смартфону, которому вы пользуетесь, потому что в комплекте его может не быть. Потому что иногда попадаются варианты за хорошую цену, но только один голый смартфон. Покупателей нет такой, это уже право каждого. Но имейте в виду, при покупке такого устройства, вы берете на себя все, скажем так, риски касаемо документации, касаемо каких-то подводных камней, которые могут возникнуть при покупке телефона без документов. Проверьте на зарядку, обязательно возьмите провод. Если вы собираетесь покупать смартфон с Type-C разъемом, то у вас должен быть, соответственно, провод с собой на Type-C и USB-A, для того, чтобы вы в PowerBand, который вы тоже возьмете с собой навстречу, могли непосредственно все это дело подключить и проверить на деле. Обязательно проверьте работу камеры, как основной, так и фронтальной. Посмотрите несколько приемов с ним, ну, сделайте несколько снимков и посмотрите, может быть, камера поцарапана, может быть, под камерой пыль, может быть, еще что-то. Обязательно не торопитесь, совершая все это, потому что если продавец недобросовестный, то, скорее всего, он будет вас торопить. Для того, чтобы вы не могли обнаружить те недостатки, которые, скажем так, будут видны при детальном осмотре и при детальной проверке устройства. Если же продавец ведет себя нормально, адекватно, никуда вас не торопит, у него есть 15, 20, 30 минут свободного времени, вы можете также предупредить его, чтобы быть, проверять смартфон. Как правило, нормальные продавцы на это соглашаются, потому что, когда я продаю смартфон в слух, у меня никаких вопросов при проверке нет, не возникает. То есть я говорю, проверяйте, устройство БУ обмену возврату не подлежит. То есть купили, что купили, то купили. Потом уже все претензии к вам. В принципе, наверное, все, что я хотел сказать. Мой новый смартфон на ближайшие несколько месяцев Samsung Galaxy S8. Я владею этим смартфоном уже в течение суток. Смартфон записывает сейчас на фронтальную камеру этого смартфона. Смартфон ведет себя очень хорошо, очень адекватно. Пока нравится все. Есть несколько примеров фотографий. Достался он мне за 19,5 тысячи рублей по факту у себя в городе. Да, такие варианты бывают. Это оригинальный телефон. У меня полная комплектация. У меня еще полгода гарантии. У меня оригинальный чехол, который стоит тоже каких-то денег. То есть не каких-то там, по-моему, 2,5 тысячи рублей. Он мне достался в качестве подарка. То есть это не чудеса. Это нормальная практика. И покупать был смартфоны, это не зазорно. Это не какой-то грех или еще что-то. Некоторые кичатся тем, что я покупаю только новое. Лучше покупать новое. Короче, пользоваться только новыми изделиями. Но окей, если вы богат, вы можете себе это позволить, то да. Сейчас такая экономическая ситуация в мире и у меня в стране, что даже я, скажем так, зарабатывая среднее количество денег в месяц, не могу позволить себе такие дорогие смартфоны. По чеку этот телефон покупался за 49 990 рублей. 49 990. Покупался он 12 декабря 2017 года. Поэтому как-то так. Друзья, большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Я буду этот смартфон сравнивать с пришедшим ко мне на тестирование Honor View 10. Потому что я считаю, что такое сравнение будет актуальным. Примерная стоимость смартфонов одинаковая. Производительность может быть тоже одинаковая. Поэтому я думаю, что создав такое видео, вам будет интересно его посмотреть. Если досмотрел, пиши, что вы супергерой. Пишите, что вы супергерой. Досмотрели до конца обязательно напишите, какой именно. Может быть, там, Бэтмен, Человека, Катан Америка, точнее. Или кто-то другой. Может, Человек-паук. Что еще там может быть? Я уже не помню. Может быть, просто Дональд Дак. Пишите, что вы Дональд Дак. Давайте, если вы пишете хэштег Дональд Дак, то я буду знать, что вы досмотрели до этого момента. Большое спасибо, что посмотрели. Скажем так, весенне-летний сезон, весенне-летние выпуски. Совсем скоро увидимся. Все ссылки, теперь правильные ссылки. Почему, думаю, никто в чат, в Телеграме не вступает. Потому что ссылка-то у нас не рабочая. А почему она не рабочая? Она не рабочая по той причине, что телега, там, проблемы, все дела. Сейчас рабочая. Тыкайте, проходите, и все будет хорошо. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пользуйтесь хорошими, качественными смартфонами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok